Приветствую всех, друзья! На связи с вами Владимир Медведев, проект EliteInfobis. И в данном обзоре я бы хотел протестировать проект под названием Mobicom, который представляет некий единый компенсационный центр. Собственно, на данном сервисе доступны выплаты компенсации абонентам сотовой и стационарной связи по перерасчету тарифов и межсетевых наценок роуминга согласно утвержденным изменениям. Собственно, ничего не понятно, что именно нам на этом сайте обещают, но, как и на многих других, я думаю, просто выдадут нам денег по какой-то нелепой причине. Точнее, якобы нам выдадут какую-то сумму. Для того, чтобы проверить наши телефоны на наличие компенсации, необходимо ввести фамилию, имя, отчество, дату рождения и нажать на такую вот кнопку, чем мы сейчас и займемся. Так, вводим фамилию, имя, отчество. Дату рождения. Жмем «Определить компенсационные выплаты». Перекидывает нас на такую страничку. Проверка, говорят, может занять до пяти минут. Посему я сейчас приостановлю запись этого видео, дождусь окончания проверки, после чего продолжу обзор, и мы посмотрим, что нам выдадут. Итак, друзья, данные получены, проверка прошла, и общая сумма к выплате у нас составляет 71 554 рубля 78 копеек. Жмем «Для получения данной выплаты». Грузится страничка. «Сумма зарезервирована. Для получения выплаты в полном объеме оплатите проверочную пошлину системы ERC». Непонятно, что за система, но требуется заплатить нам 150 рублей. Если жмем, переадресовывает нас на такую вот форму оплаты от сервиса ePay, где в качестве проверочной пошлины нас просят заплатить 150 рублей. Предварительно перед тем, как делать данный обзор, я разыскал в самом каталоге сервиса автора данного проекта. Является ему такой вот загадочный персонаж под логином из Троеточия. Проверочную пошлину на 150 рублей с нас будет получать именно он. Если откроем дополнительные цены к данному сайту, то увидим, что после этих 150 рублей нас ожидает еще целый ряд платежей, начиная от 680 и заканчивая 881 рублем. То есть по разной причине, начиная от заказа экспресс-перевода и заканчивая формированием пакетов документов. Наличие всех этих дополнительных платежей нам уже здесь и сейчас ярко дает понять, то что основная задача данного проекта не выплатить там какую-либо компенсацию, а заработать на нас, взимая все вот эти вот платежи. Собственно, если кликнем по ссылке из каталога, то переадресовывает нас, как вы видите, прямиком на сайт данного сервиса Mobi.com, что полностью доказывает авторство этого товарища. Ну, собственно, чтобы его ни в чем голослопно не обвинять, я сейчас оформлю и оплачу данный заказ, а вновь приостановлю видео на паузу, чтобы зря не отнимать ваше время, а после успешной оплаты продолжу обзор, мы посмотрим, что нас будет ожидать. Мы успешно оплатили 150 рублей, перекинуло нас на следующую страничку, здесь говорят, что сумма готова к зачислению, просят указать кошелек, и здесь же теперь требует выбрать вариант зачисления средств. То есть мы можем заказать экспресс-перевод за 680 рублей, либо стандартный перевод за 340 рублей. Если жмем, переадресовывает нас для заказа этого экспресс-перевода на ту же самую форму оплаты от сервиса IPA, где требуется заплатить 680 рублей. Собственно, данный платеж мы уже ранее в самом каталоге наблюдать могли, заплатили мы вот 150, теперь с нас на выбор требуют 680 или 341 рубль, стоит нам произвести данные оплаты и так далее, с нас будут требовать еще 540, 710, 690, 750 и так далее, и так далее, и так далее. Целый ряд платежей, вплоть до 881 рубля за формирование пакета документов. И даже если я сейчас или вы все эти оплаты произведем, в конце концов никаких денег из данного сервиса Mobicom никто ни мне, ни вам не выплатит, поскольку его основная задача не производить какие-то выплаты за счет компенсации с мобильных и стационарных телефонов, а вовлекать нас вот в такую вот цепочку платежей, и соответственно выманивать как можно больше денег, на чем зарабатывает только автор данного проекта. Посему я вам категорически не рекомендую связываться с данным сайтом, пытаться получить здесь какие-то компенсации, и тем более уж что-либо на нем оплачивать. А на этом данный обзор подошел к концу, на связи с вами был Владимир Медведев, проект Elite InfoBiz, и до скорых встреч!